Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю такому направлению, как шипровое. Шипровые ароматы мною очень любимые. Я, знаете, их любила еще заочно с детства. С детства я вот как-то к ним тяготела. У моей мамы они были, может быть, поэтому. И до сих пор вот эти ароматы для меня, ну, какие-то очень эмоциональные. Очень эмоциональные. Мне нравится их сила, мне нравится их мощь, нравится красота, раскрытие, сложность композиции и так далее. Но вот тем не менее основная их нагрузка для меня очень такая эмоционально приятная, какая-то вот ностальгическая именно вот. Первый аромат, который я вам хочу показать, шипровый из моей коллекции. Очень я его люблю. Взяла два флакона, чтобы показать, насколько сильно я его люблю. Первый флакон 100 мл, второй уже на тьфила 50 мл. Это компания английская, Grossmiss London, и аромат называется Hassu No Han. 100 мл отложу. Буду уже вам показывать вот этот вот свой новый 50 мл флакон. Hassu No Han London, очень красивые флаконы. Если вы любите немножко ретро-винтажные ароматы, вот то направление, это идеал. Это вот мой идеал. Это классика. Классика жанра во флаконе. Это настолько красивый, настолько не похожий ни на что аромат. Вообще все ароматы, которые у меня есть от этой марки, я люблю очень сильно, очень нежно. И всегда советую, ну рекомендую, ну просто хотя бы подойти и понюхать. Это совершенно что-то другое. Вот сколько сейчас выходит новых ароматов, сколько парфюмерных домов. Вот это, это всегда будет занимать особое какое-то почетное место для меня, наверное. Ну и я думаю, для многих. Потому что это такая классика. Извините, я так поправила. Это классика. Если мы говорим про сам аромат. Шифровый аромат для меня очень сложно вообще как-то передать на словах, да, расчленить их на ноты. Это больше эмоций. Вот если мы говорим про этот аромат, он теплый. Он даже немножко горячий вначале, вот прям обжигающий, знаете, когда вы только его нанесли. Но потом он, ну он как-то так успокаивается и уходит в такую вот красивую, теплую негу. Немножко специевую, немножко цветочную, древесную. Всего-то здесь понемножку. Аромат абсолютно не сладкий. Запудривается, очень красиво запудривается. И здесь вот именно присутствует аромат винтажной, винтажной красивой пудры. Невероятный. Невероятный аромат. Если есть возможность познакомиться, обязательно познакомьтесь. Бесподобный. Мне нравится его носить и в пир, и в мир. Но если это какое-то особенное событие, ну, например, концерт филармонии, концерт классической музыки, и вы там нарядные, куда-то идёте, вот это попадание вот просто будет стопроцентное. Стопроцентное попадание в классику с любого угла. Вот в любую классику. Это и вы просто королева вечера, королева балла. Следующий аромат. Совершенно другие уже эмоции у меня вызывает. Это Шелемар Парфюм Инициал. Это уже снятость, но бесподобной красоты. Я о нём решила вам рассказать. Если увижу где-нибудь на просторах интернета, за нормальную цену я, наверное, куплю себе, конечно, и буду уже пользоваться им без зазрения совести, потому что сейчас я его немножко берегу. Жалко. Жалко уже его нигде не купить. А аромат я этот люблю. Тоже. Если вы любите классический Шелемар, это не то. Это совершенно другая история. В нём нет сладости вообще. В нём нет совершенно тепла. В нём нет вот этой вот эмоциональной составляющей у классического Шелемара, которая есть вот эта страсть. Для меня этот аромат абсолютно не страстный, отстранённый, холодный, такой немножко надменный даже, с невероятно красивыми ирисами. Вот ирисы здесь одни из самых красивых, которые я вообще когда-либо нюхала. Вот бесподобные, бесподобные. Вот такие вот, знаете, классические ирисы. Тоже здесь пудра. Ну, пудра уже более такая изысканная, дорогая, нежели как в предыдущем аромате. Совершенно не ретро. Очень тонкий, благородный шлейф у него. Ну, на этот аромат просто сворачивали головы. Просто вот сворачивали, спрашивали, что на вас как. Он, кстати, привлекал внимание даже намного больше, чем классический Шелемар. Ещё раз хочу сказать, жаль, конечно, что его больше не выпускают. Для меня это аромат такой дивы. Дивы 20-х годов с тонким он штуком. Какая-то такая, вот она актрис или ещё кто-то. Вот что-то такое в нём есть. Может быть, эта кисточка играет роль. И у меня такая ассоциация случилась. Следующий аромат тоже будет от компании Guerlain. Моя расписная бутылочка. Я тут баловалась и разукрасила свой аромат Miitsuka. Это уже у нас фруктовый шипр. И, по-моему, это первый самый шипр, в который положили фруктовую ноту. В этом случае это персик. Но персик здесь синтетический, ненатуральный. Я очень люблю Miitsuka. Да, она меланхоличная. Да, она грустная. Да, она немножко такая очень прям отстранённая. Оттеплеет она уже где-то под конец. Вначале может аромат выдавать вам немножечко даже пыльный такой сундук, пыльный шкаф. Вот что-то такое пыльное. Такое вот прям отталкивающее. Ну, даже в этом есть своя красота. Я не знаю, кто меня давно смотрит, наверное, знаете, как я люблю этот аромат. Персик здесь я слышу уже где-то в середине моего пребывания с этой красавицей. И он очень красиво, выигрышно подчёркивает вот всю вот эту красоту, всю вот эту глубину. Даёт ей какую-то детскость, что ли. Детскость и податливость. Вот, в общем, аромат, аромат просто мечты. Люблю. Люблю Miitsuka всей душой. Давайте уже закончим с Герлен. Вот этот третий аромат тоже компании Герлен. Это древесный шипр, мужской. Называется Арсен Люпин. В таком вот деревянном онкейсе идёт. Я его ношу сама. На мужа он раскрывается слишком ярко, слишком так вот прям насыщенно и нам не нравится. На мне же это наоборот сплошная меланхолия. Меланхолия, плед, книжка, не знаю, чашка, какао, кофе, чай и так далее. Вот что-то такое абсолютно уютное, абсолютно домашнее. Сидящее очень близко к коже. Такое вот прям, знаете, как золотистый ретривер. Ну вот если вот мы говорим про породы собак. Вот порода собак, вот золотистый ретривер. Она такая вот прям хорошая, все её любят, домашняя. Вот что-то такое тоже в этом есть. Странное, странное очень сравнение, знаю. Хороший, красивый аромат. Если ищете какого-то такого прям эмоций, прям, не знаю, огня, здесь, наверное, вы его не найдёте. Но если вы хотите красивый, классический, шипр такой, но такой тихонько звучащий, красивый. Хорошо, дорого, дорого, красиво. Два следующих аромата. Я бы вам вообще даже их не достала, если бы не сверилась с фрагрантикой. Оказывается, это тоже два шипра. Это ком де герсон, двоечка. Ну, видите, вот протираешь, она всё равно. Двойка такая и двойка для мужчин. Честно говоря, для меня их роднить, может, с шипром, только их сложность. Вот шипровые ароматы, они очень сложные для меня, например, в понимании. И то, что я сейчас записываю видео, для меня это, конечно, тоже тяжело. Потому что я уже, честно говоря, записывала одно видео в том году про шипры. Потом его стёрла, мне оно не понравилось. Надеюсь, в этот раз получится лучше. Двойка женская. Серебристый флакон. Ну, она на самом деле и туда, и туда можно. Если это шипр, то это шипр какой-то вот вообще абстрактный, нового поколения, космический. Космический шипр. Я не знаю, содержит ли он в себе дубовый мух или нет. Для меня это аромат чернил, аромат бумаги, аромат газет, холода, металла. Абсолютно отстранённый. Но невероятно красивый. Я очень люблю эту двойку. Сложный, сложный в раскрытии. Очень красиво он на вас звучит. Красивые переходы. Ну, вот реально он какой-то, как из другого мира. Знаете, как с другой планеты. Очень красивый аромат. Шипровый, как оказалось. Здесь я ещё могу как-то, наверное, причислить его к шипрам. Потому что для меня вот эта двойка, она более понятна, чем серебряная. Дерево. Немножечко ладана. Тоже какая-то бумажность есть. Но в нём присутствует вот эта вот терпкость. Терпкость, немножко пыльность, которые присущи шипровым композициям. Оба аромата совершенно не сладкие. Да, шистость здесь точно есть. Так вот, прям, знаете. Не знаю, как это описать чувства. Вот, ну вот, я чувствую. Я чувствую. Следующий аромат будет, конечно же, Палома Пикассо. Не буду о нём много говорить. Он у меня вот такой вот маленький. Классический. Классический. Классика жанра. Классический шипр. Красивый, невероятный, мощный, звериный. Ну вот, все присущие шипром ассоциации, слова, эпитеты в нём есть. Очень яркий, очень сложный, очень громкий. На выход. Небанальный. Давайте открою. Я вот, знаете, ходила, носила этот аромат пару раз. И оба этих раза были один раз на концерт, другой раз в театр. Вот, он требует вот чего-то такого вот прям непросто. Непросто так. Следующий аромат будет от бренда Mikalev. Вот в таком он у меня в маленьком формате идёт. И это аромат Avantgarde. Avantgarde. Вот такой аромат. И это шипровый аромат. Он мне очень нравится. Он мне очень нравится. Он у них идёт как в мужской линейке, по-моему. Но я... Давайте я его прям нанесу. Я бы с удовольствием его носила. Ох, бесподобный. Очень такой прохладный. Немножечко водянистый. Фруктовый. Знаете, здесь вот сразу какие-то вот... Я, если бы не знала, что это шипр, я подумала, может быть, какой-то фужер. Но потом он уходит вот в такую вот глубину. Знаете, в отличие от других ароматов, которые я вам показывала, он вначале очень лёгким кажется. Лёгким, полупрозрачным. Но потом уже, в процессе носки, он раскрывается именно вот так вот. Хищно, ярко, мощно. Невероятный. Невероятный. Я до сих пор не одумеваю, почему он идёт не как унисекс, а именно в мужской линейке. Обратите внимание, он идёт в таком круглом флаконе классическом от Пикалев. И чёрного цвета. Он, по-моему, да, чёрный. Чёрный флакон, круглый, написано Avantgarde. Обратите внимание, мужчины, женщины бесподобны. Бесподобны, бесподобны. Ещё один фруктовый шипр, аромат Yves Res от Yves Saint Laurent. Он для меня один из самых таких простеньких. Вот все, что у меня есть, они, да, шипры. Это такой простоватый. Простоватый, может быть, за счёт фруктов, да. Но это туалетная вода. Я не знаю, это парфам есть в Рес или нет. По-моему, был, но сейчас уже его не выпускают. Красивый. Красивый. В отличие от всех других, которые я вам показывала, он очень легко носится. В нём очень комфортно. Его можно носить с утра до вечера и в ночь уходить. И опять всё. По-новой повторять. Утро, вечер, ночь, день и так далее, так далее, так далее. Классный. Классный, весёлый, позитивный, такой компанийский напарник. Хорошо подходит куда-то отдыхать, поехать. Не часто. Ношу его не часто, честно говоря. Так вот на какие-то, может быть, вечеринки, подособленное настроение. Так он, мне кажется, простоват, честно говоря. Следующий аромат – это Джульет Хезаган. Lady Vengeance. Lady Mist. Цветочный шипр. Здесь у нас невероятная роза. И вот этот шипр, наверное, из всех, которые я вам показала, есть в нём какая-то сладость. Может быть, это за счёт розы. Очень такой он, в отличие от других, мягкий. За счёт, может быть, этой сладости. Мягкий, тягучий, такой, как варенье. Знаете, вот он такой, прям такой вот весь. Но прекрасный. Прекрасный. Сколько раз я его уже показывала. Ещё он меня не разочаровал до сих пор. Ну, впрочем, как и другие ароматы от Джульетты, которые у меня есть. Красивый. Красивый, насыщенный, терпковатый. Нет в нём вот этой мшистой сухости, как в других. Ну, наверное, всему тому вино, это роза. Потому что роза здесь реально такая маслянистая, густая. Вот прям как будто варенье из роз. Красота. Красота. Если мы говорим о стойкостях ароматов, которые я вам сейчас показала, все ароматы очень стойкие. И очень шлейфовые. В отличие, наверное, только вот от этого. Все остальные обладают прекрасным шлейфом. Прекрасным-прекрасным, мощным шлейфом. Ещё один аромат от Миколев. Снятость тоже. Джевел Фухер. Вот такой красивый флакон. Одно время я его очень часто носила. Так часто, что прям он мне немножко надоел. Сейчас хочу опять к нему вернуться. Прекрасный. Я говорила, аромат Жанны Дарк. Вот реально очень смелый. Смелый, дерзкий, я бы даже сказала, аромат. Чем-то для меня он схож с Палома Пикассо. Очень специевый, пряный. Глубокий, горячий. Насыщенный. Знаете, если мы говорим об этом аромате, одного пшика хватит, чтобы просто на весь день благоухать. Бесподобный. Бесподобный, к сожалению, уже, повторюсь, снятость. И два аромата от Лилап. Ну, как без Лилапа. Первый мой любимый это Иланг 49. Это тоже шипр, цветочный шипр. Здесь все атрибуты шипра присутствуют. Мшистость, такая древесность, горечь, терпкость. Все-все-все-все-все в этом аромате есть. Обожаю, обожаю Лиланг 49. Могу пить ему обе с утра и до вечера. И Пачули 24. Древесный шипр, дерево. Такое немножко подкопченное. И шоколадное Пачули. Красивый. Наша новинка с мужем. Ну, у меня еще там она. Так что носим вместе, радуемся. Это балдеж. Это красота. Ну что же. И пробегусь немножко. У меня здесь список. А, ну слушайте, какой там список, да? Сеслей. Конечно же, Сеслей, потому что я уже думаю, что будут такие вопросы. Вот, Оль, вы говорите про шипры, а как же Сеслей? Конечно же, Эду Суар. Это классика. Классика жанра. У меня был этот аромат от Сеслей. И планировала повторить. И часто, ну вот как-то, знаете, то появлялось что-то другое. И мой выбор падал на что-то другое. Потому что, знаете, если аромат у вас уже был, очень редко вы захотите его делать, повторы. Вот, у меня это вот прям буквально по пальцам пересчитать. Вот как-то пока Эду Суар, ну, не закрался в этот список. Может быть, когда-нибудь вот прям мне денег привалит. И я куплю себе обязательно все, что хочу. И Эду Суар в том числе. Бесподобный. Да, бесподобный. Если мы говорим о классических шипрах в современном исполнении, то Эду Суар это один из самых лучших примеров. Все. На этом мое видео закончилось. Пишите, пожалуйста, ваши любимые шипры. Задавайте вопросы. Комментируйте. Я всегда с вами очень рада поговорить. Пусть даже в комментариях. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.